Рогатые динозавры – Трецератопс. Трецератопс – род травоядных динозавров из семейства Цератопси. Название Трецератопс приводится с латыни, как три рога. Трецератопсы были, пожалуй, самыми крупными рогатыми динозаврами. Трецератопс по телосложению напоминал внешность носорога, а растительноядное древнее животное могло весить от 10 до 12 тонн при длине тела около 9 метров. Четверть древнее тело животного приходилось на массивную голову, которая сзади была опоясана специальным костным щитом. Этот воротник, покрытый роговейшей кожей, надежно закрывал шею Трецератопса. Рогатор палеонтологии, знаменитый охотник за динозаврами, гофа Ниил Чарльз Марш, впервые нашел окаменевшие остатки рога Трецератопса в США в 1887 году. Интересную особенность развития и роста рогов Трецератопса выявили ученые-палеонтологи Джон Хорнер из университета Монтана и Марк Гудвин из университета Калифорнии. Рога росли таким образом. Малыши Трецератопса обладали рогами длиной всего 2 см с их ростом и развитием рога удлинялись и отклонялись назад. Оказалось, что по мере развития животного, костяной воротник тоже менял свою форму. Малыши Трецератопса обладали острыми шипами по краям воротника, далее по мере роста. В известном мнении ученых по поводу назначения костяного воротника Трецератопсов, как утверждают исследователи, он должен был играть роль щита, защищающего шею травоядного Трецератопса от атаки хищника. Однако последнее проведенное исследование Трецератопсов подтверждает получившую ныне большое распространение гипотезу. Это предположение гласит. В этой гипотезе касается и костяных воротников Трецератопсов, исследователи полагают, что функция костяных наростов куда более сложная, если предположить, что воротник при своей большой поверхности. Американские исследователи провели очень интересный анализ, с помощью зубного бура ученые извлекли образцы фосфатов с разной глубины костей Трецератопса. Это исследование выяснило, что температура костного щита ящера оказалась на от 1 до 4 градуса ниже температуры тела Трецератопса. Этот факт может служить доказательством. Однако температура рогов динозавра, имеющих также сеть кровеносных сосудов внутри, варьировалась еще больше, предполагается.